Но между тем, президент США считает, что правительство Китая намеренно допустило пандемию, цель помешать победе американского лидера в предстоящей президентской гонке. Отношения Вашингтона и Пекина после торговой войны начали налаживаться в январе. Но теперь, похоже, ситуация вновь обостряется. Что же именно сказал Дональд Трамп и есть ли какие-то результаты испытаний лекарств от COVID-19, об этом расскажет мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Приветствую, Магина. Американский лидер в интервью Reuters заявил, Пекин намеренно допустил такую ситуацию с вирусом. Дональд Трамп считает, китайские власти сделают все для того, чтобы он не смог одержать победу на президентских выборах в ноябре. Теперь глава Белого дома просматривает различные варианты для наказания правительства Поднебесной. Какие именно меры, последует Дональд Трамп, не уточнил. Что касается ситуации по COVID-19, то у меня хорошие новости. Американская компания Gilead Science получила позитивные результаты клинического исследования препарата Rangosivir. Выяснилось, состояние пациентов улучшилось как тех, которые проходили 10-дневный курс лечения, так и тех, кто принимал медикамент в течение пяти дней. В опыте приняли участие около 400 инфицированных людей. В ходе лечения в искусственной вентиляции легких пациенты не нуждались. В американской компании также напомнили, что Rangosivir еще не лицензирован. И еще не доказано, что препарат безопасен. На фоне этой новости выросли не только акции самой Gilead Science, но и фондовые индексы почти по всему миру. В США и странах Азии и Европы. К примеру, S&P 500 накануне подскочил более чем на 2,5%. Это максимум за последние 7 дней. Отмечу, оживился и рынок нефти. Фьючерсы растут второй день. WTI подорожал примерно на 13%. На этом у меня все. Мадина, передаю слово тебе. Спасибо, Айсанши. Но если действительно все устроено с целью не допустить победу Трампа, то цена непомерно высокая. Это действительно начало нового скандала.